всем привет это канал железной магистрали меня зовут олег васильев подоспел очередной обзор трамвайных новостей в этом выпуске поговорим о тендере для кривого рога и днепра в одессе продолжается ремонт путей возле привоза в киеве собирается реконструировать линию с дарницы до троещины и конечно же будет информация о происшествиях начну выпуск традиционно с курьезного видео и в одночасье грустного поскольку дтп которым будет идти речь могло закончиться на много печальнее 2 февраля в днепре машина патрульной полиции двигаясь по трамвайным рельсам столкнулась с вагоном судя по тому что понтограф у трамвая был опущен вагон стоял в неисправном состоянии также на видео можно заметить что в патрульной машине полицейский за рулем был один куда он так спешил что выехал на трамвайные пути неизвестно в соцсетях во время обсуждения видеороликов снятых очевидцами предположили что полицейский преследовал нарушителя машина ехала с проблесковым маячком и сиреной о других происшествиях я расскажу через минуту а сейчас новости о тендере по закупке трамваев для кривого рога и днепра один из участников тендера обратился с жалобой в антимонопольный комитет украины из-за исключения из конкурса штатлер минск считает что заказчик нарушил права компании на объективное и непредвзятое рассмотрение его тендерного предложения кроме того в своей жалобе штатлер отмечает что заказчик применил дискриминационный подход во время рассмотрения тендерных предложений отклонив заявку штатлер но допустив к торгам татра юг тендерное предложение которого по оценке заявителя не соответствовало условиям тендера на сегодняшний день к участию в аукционе допущены три компании штатлер татра юг и торговый дом у квз украина дата проведения аукциона 14 февраля напомню что тендер на закупку новых трамваев объявила днепропетровская облгосадминистрация бюджет 1,2 миллиарда гривен первый тендер 17 августа 2021 года не состоялся 4 ноября объявили новый конкурс пока продолжается тендерная эпопея с трамваями для кривого рога в городе решили модернизировать старые вагоны ктм-5 в конце января местная пресса сообщила что из мастерских депо вышел еще один трамвай после капитального ремонта это вагон 1986 года выпуска по сравнению с предыдущим подвижным составом которому привели реновацию этот вагон внешне выглядит по-другому в основном изменилась маска судя по информации при службе горсовета данный трамвай обновили только эстетически заменили окна сиденья освещение еще укрепили раму кузова вся техническая начинка кроме проводки осталась та же капитальный ремонт провели тяговым электродвигателем и установили новые двери система управления осталась риостатно-контакторная которая считается нерациональной в использовании электроэнергии между тем на следующий день в прессе появилась новость о том что отремонтированный трамвай сломался время презентации руководству города далее обещанная хроника происшествий в сводках по-прежнему доминирует дтп которые происходят из-за невнимательности водителей также речь будет идти о сходах трамваев с путей и других технических инцидентах среди материалов которые попадают в соцсети есть эпизоды например такие как из николаева трамвай во время работы на маршруте ездит с открытыми дверьми это видео разместил александр онищенко дата съемки 3 февраля 2022 года теперь о более серьезных происшествиях 31 января в киеве на линии скоростного трамвая столкнулись два вагона пэса по неизвестной причине трамвай следовавшись следом за другим вагоном столкнулся задней частью в соцсетях пишут что дтп произошло между остановками кольцевая дорога и романа в киеве на левом берегу трамвая отвалилось колесо на фото размещенных фейсбуке видно что первую тележку трамвая установили на специальные ролики и транспортируют неисправный вагон в депо отмечу что трамвай с бортовым номером 56 71 приписан к дарницкому депо эксплуатировался вместе с вагоном 56 69 в основном на 28 маршруте 30 января в харькове недалеко от станции метро имени масельского трамвай столкнулся с другим вагоном точной информации об обстоятельствах происшествия нет но в сообщениях фотографиям говорится что у трамвая якобы отказали тормоза другая версия водитель отвлекся и не успел затормозить во всяком случае при отказе тормозов у одного вагона для экстренного торможения можно применить второй трамвай который был в сцепке 9 февраля в харькове на московском проспекте трамвай 6 маршрута столкнулся с легковым автомобилем машина совершила резкий маневр и остановилась в габарите проезда трамвая естественно многотонный вагон не смог резко остановиться и въехал в заднюю часть легкового автомобиля криворожский трамвай почти догоняет харьков по инцидентам на маршрутах так пользователи соцсетей сообщают о регулярных сбоях в работе скоростной линии случаи задержек движения из-за технических проблем были зафиксированы 29 января 5 февраля а 10 февраля на станции дом советов у трамвайной системы во втором вагоне возникло возгорание второй тележки очевидцы сняли видео на котором видно пламя под вагоном пассажиров пересадили в другой трамвай затем неисправный вагон уехал со станции при этом из-под кузова летел фейерверк искр происшествие в днепре которое случилось 28 января еще раз говорит о том что при переходе дороге нужно внимательно смотреть по сторонам на перекрестке проспекта и варницкого и улице гоголя трамвай первого маршрута сбил пешехода женщина переходила трамвайной пути при этом посмотрела только в левую сторону не подумав что трамвай может ехать еще и справа тем более на этом участке вагоны разгоняются для того чтобы выехать на подъем время дтп пешеход получил травмы и был доставлен в больницу далее новости по модернизации инфраструктуры в одессе после реконструкции новощупного ряда где уже возобновили движение трамваев приступили к ремонту путей на перекрестке улиц преображенской и пантелеймоновской там строителям предстоит заменить крестовины которые уже поизносились за многие годы эксплуатации тем временем в киеве объявили тендер по реконструкции трамвайной линии от улицы милославской до дарнинского вокзала до конца 2023 года подрядчик должен заменить рельсы обустроить автопереезды отремонтировать дождевую канализацию заменить освещение и покрытие на тротуарах бюджет тендера семьсот шестьдесят миллионов гривен до 15 января принимаются тендерные предложения 23 марта состоится аукцион напомню что заявлены для ремонта участок имеет протяженность 15 километров большое спасибо всем зрителям кто присылает сообщения для трамвайного дайджеста если у вас есть интересная информация о работе трамвайных сетей того города где вы проживаете или возможно вы стали свидетелем какого-то инцидента присылайте свои сообщения по контактам которые есть в описании этого видео и уже традиционная просьба ко всем зрителям поддержать канал лайками комментариями репостами сюжетов в соц сетях если кто-то хочет поддержать канал донатами реквизиты есть в описании этого видео ну и также обращаюсь и к зрителям кто смотрит видео без подписки нажимайте кнопку подписаться этим и также поможете в продвижении этого ресурса желаю всем приятных путешествий по железной дороге увидимся в следующих обзорах а